Далее, очень важно, когда все идет хорошо, а все идет хорошо, да, если вы соблюдаете те вышеперечисленные правила, вам нужно подогревать интересы вашего партнера. А это говорит о том, что вы не сидите и не ждете, когда же он вам позвонит. У вас активно идут другие параллельные встречи. Пусть это вас не пугает, пусть это не кажется вам чем-то таким неприемлемым. Вы, во-первых, еще не в отношениях, вы не замужем, вы не являетесь никакими любовниками, вы на самом деле еще находитесь на очень такой пока еще дружеской нотке, которая имеет своего рода какой-то флирт. Поэтому в этом периоде приветствуются все самые разные активные различные встречи. Соответственно, для того, чтобы не иметь зацепки за одного партнера, у вас есть одновременно. В понедельник вы встречаетесь с Игорем, во вторник с Виталиком, а в среду с Сереженькой. Понимаете, в чем дело? Виталик опоздал, значит, идем на встречу с Сереженькой. Чтобы ни в коем случае не было такого, что есть один ненаглядный и один любимый, и вот только держусь за его ногу, и никуда я дальше в сторону не отхожу. Да, бывает, но в виде таких исключений, когда вспыхивает любовь с первого взгляда, и там вообще никто никому не нужен, люди моментально соединяются, чуть ли не секс вообще в первую тут же встречу, и все идет хорошо, и жили они долго и счастливо. Если все-таки вы чувствуете, что, ну, может быть, как-то сложновато, уже боюсь переборщить, имейте всегда скамейку запасных, где будут, в общем-то, альтернативные варианты. То есть постоянная активность, постоянные встречи не только с мужчинами, но и с женщинами. Это касается и той, и другой, в общем-то, половинки. Я это говорю как мужчинам, так и женщинам, имейте это в виду, да. И это очень-очень-очень важно. Следующий момент – искренне интересоваться вашим собеседником. То есть где он учился, но не переборщите, чтобы это не выглядело, что он на допросе где-то у следователя, чтобы он не выглядело, что он сидит где-то у психолога. Вы просто искренне интересуетесь без перебора, искренне. Что это не является каким-то, не знаю, каким-то следственным экспериментом, что это не какое-то анкетирование, где идет вопрос за вопросом. Она должна быть, эта беседа должна быть очень легкая, очень такая непринужденная. Однако в этой беседе вот вы действительно проявляете, ну вот такое вот, как бы сказать, внимательное и активное слушание со своим партнером будущим, скорее всего. Далее. Не будьте скупы, пожалуйста, на комплименты. То есть говорите о том, как здорово ему вот этот пиджак, или какие классные ботинки, или какие красивые глаза, но не врите. Найдите то, за что действительно стоит его похвалить, потому что он знает, что это правда. Если вы будете придумывать, какой у тебя красивый нос, а там какой-то, а нос такой очень большой, да, то это может быть очевидно, как издевка какая-то, как то, что вы прикалываетесь. Поэтому лучше говорить то, что говорили ему и до вас тоже раньше. То, что он знает, это его сильная сторона, у него действительно красивые глаза. Ах, какие у тебя глаза красивые, что это они у тебя вот такие голубые, прямо вообще, как бриллианты. Сейчас утону, с ума сойти можно. Раз, вы и сказали. Но тоже не перебарщивайте. Вообще в каждой моей рекомендации имейте в виду, что это как приправа, которую нужно вот соблюсти именно вот в той пропорции, в которой нужно. И ни в коем случае не больше. Чувствуйте это, да. Лучше этого сделать меньше, чем больше. Вот это золотое правило. Пожалуйста, имейте это в виду, да, когда вы будете об этом говорить с ним, с человеком, со своим любимым. Проявляйте заботу в некотором смысле. Пусть вот этого материнства будет немножко. Неважно, мужчина вы или женщина. Если вы мужчиной заботитесь о женщине, то она это будет воспринимать как папочку немножко, и это прекрасно. Если же наоборот, и вы девушка, и заботитесь о мужчине, он будет немножечко видеть у вас мамочку. Опять же, этого не должно быть много, но это непременно должно быть. Ну, в каких-то даже мелочах. Не дует ли тебе в спину, наелся ли ты, да, насколько там рыба прожарилась, пропеклась и так далее. Вот эти элементарные бытовые вопросы, они, как правило, имеют отношение к таким родительским. К тем, которые, значит, проявляют заботу друг о друге. Это важно, согласитесь, вам же приятно, когда о вас заботятся. Если вы не отравлены излишней, там, душной мамой, да, с которой по сей день живете. В целом, людям это приятно, когда кто-то как-то там немножко переживает за него и хочет что-то такое про чем-то, может быть, даже проконтролировать. Дальше. Значит, по поводу собеседника. Собеседник, конечно же, должен быть интересным. И здесь может быть просто ваше очень любимое дело, то, чем вы увлечены. Замечательно будет, если вы человек разносторонний, да, если вы увлекаетесь и историей, и географией, да, и в целом, как бы, литературой любите, и классику почитать. Можете поддержать беседу на самые-самые-самые разные темы. Действительно, ходите, смотрите какие-то интересные фильмы, театральные постановки. То есть вы в курсе событий, как оно вообще, и что, и о чем можно поговорить, поддержать эту беседу. И это важный момент, особенно, если вы встречаетесь с неглупым партнером, с неглупым мальчиком, да. То есть вот этот момент тоже стоит учитывать. Дальше очень важный момент, уже более пикаперский, это совет. Попросите вашего партнера будущего какой-то совет. То есть у вас могут быть, например, перспективные мысли какие-то, да, как мне построить, ну, неважно, бизнес, закончить университет, как мне сделать вот этот, вот этот, вот этот вопрос, какую машину мне купить и так далее. И вот из этих любых тем задайте вопрос человеку, только тот, который искренне вас интересует. И разрешите ему вам в этом помочь. Дайте ему эту возможность. Таким образом, когда тот другой человек вам что-то дает, он в вас что-то инвестирует, он в вас вкладывается и уже хочет видеть обраточку. Неважно чем, любыми ресурсами, какими-то знаниями, временем, своими денежками, да, еще что-то. То есть он что-то дал, он хочет взять что-то взамен. То есть вы удерживаете его внимание на собственной персоне. Элементарные просьбы. Вы можете попросить прочитать какую-то книгу, которую он там, поинтересоваться, да, которую он может, значит, вам порекомендовать и так далее. Более яркий крючок, конечно, финансовое благосостояние. Это вещь очень спорная с той точки зрения. Ну вот, полюбил меня за деньги и так далее. Но если вы этим, так сказать, не гнушаетесь, если для вас это не является чем-то отпугивающим заранее, то имейте в виду, в принципе, ваше финансовое благополучие повышает шансы на поиск потенциального более-менее выгодного партнера. То есть искать такую вот золушку в грязном платье, скорее всего, мало кто будет сегодня. Он все равно будет смотреть, где вы живете, в каком районе, в какой квартире, как вы одеты, какие у вас часы, в каком университете вы учитесь, на какой машинке вы приехали. То есть он все это будет отслеживать. Ой, противно, но это правда. Ужасно противно, я вас понимаю. Но сегодня не совок, хотя и в совке было тоже все про то же самое, пусть не так ярко, но было, да. Поэтому не стоит это обесценивать, имейте это в виду. И к вопросу о том, что вот покупать ли подделки, я против подделок, а я не скажу, что я против подделок, я не против подделок. Тем более вот сейчас, когда наложили на нас санкции, и мы ничего не можем купить, да, соответственно, я раньше как-то еще отказывала этим подделкам, сейчас я не отказываю в рекламе никаким подделкам. Девочки хотят одеваться, пусть они одеваются, все. Почему одна девочка может себе позволить съездить в Италию, что-то купить, родители ей дали деньги, а другая девочка не может. Я хочу, чтобы любая девочка могла купить себе любую подделку, все. И прийти, чтобы ни один мальчик ничего там не понял, ничего не отличил. Вот, как я отношусь к тому, что девочки покупали подделки, нормально. Все, блеф, дело такое, знаете, на блефе можно ого-го, горы целые вратить. Поэтому на каком-то этапе были подделки, все. Потом для того, чтобы получить на настоящее, в свое время покупала подделку, сегодня покупаю настоящее. Понятно? Вот он, вот такой маленький. Маленькая хитрость, ясно? Поэтому не надо бояться подделок. Купили там, неважно что, не буду называть. Сами знаете все это. И ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, все круто и красиво. Только не какое-нибудь говно, бывает совсем говнище, прям видно это. Подделка должна быть нормальная, более-менее, чтобы не торчали какие-то нитки там, все это. Так, дальше, 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 дальше. Не должны быть такие... Ой, давай в четверг встретимся. А, да, давай. Ой, давай я сейчас сегодня к тебе заеду. Да, давай заезжай. То есть никаких, да, давай заезжай, да, да. Вы заняты. Это имеет отношение как к мужчине, так и к женщине. Вы заняты. И вы посмотрите, когда у вас есть время встретиться. Он, допустим, говорит в четверг, говорит, эх, в четверг не могу. Могу в понедельник. Я понимаю, что это бесячие, такие дурацкие, какие-то дебилоидные, пикаперские вещи, которые всех уже вообще вот тут вот мерзкие, противные задушили, да. И, ну блин, что делать? Жизнь, она вот такая. Дальше. Старайтесь избегать какой-либо рутины. То есть каждая встреча, она должна быть уникальная, универсальная, какая-то такая необычная, интересная. Здорово, если это какие-то парки, аттракционы, там, где есть адреналин, адреналиновые встречи. Вспоминаем все 9,5 недели. Они что-то где-то украли, покушали, не заплатили. Сейчас никого не призываю делать преступления. Я призываю вас осознать остроту встречи. Так вот, должна быть именно вот эта острая встреча, где есть какие-то переживания. Дальше очень важный момент, это спасаем друг друга. То есть вы в чем-то спасли его. Любой, вспоминайте фильм, любой, везде он спасает в чем-то и когда-то ее, она его. Мы все время стремимся чуть-чуть к этой созависимости. Мы друг друга периодически спасаем. Мы что-то там подвернули ногу, живот болит, нам надо помочь. Любимый, помоги. Любимый, в беде я бегу, помогаю. Вот мы друг друга спасаем, помогаем, спасаем, помогаем. Следующий прикаперский прием, это есть кто-то, кто против. То есть один человек, это может быть ваш отец, ваш друг, ваш брат. Скорее всего, он должен быть именно противоположного пола. То есть они должны быть соперники, которые против, чтобы вы общались. И вы рассказываете, знаешь, у нее что-то папа против, мне надо от папы скрывать, что мы встречаемся. У меня старший брат, он вообще против, он считает, что я достойна, извини, не могу. И вот раз-раз как-то их бросили. И тут возгорается как-то так, что значит папа просит. Это что, это я не достоин, что ли? Поднимается возмущение у партнера. Ух, я сейчас там, да-да-да-да-да-да. Вот, и тут могут начаться, в принципе, такие олени и бои, когда ваш брат какой-то, которого, может, и нет вообще, вы поминили папа, уже там начинается какая-то драка за вас, что-то кто-то против там и так далее. Вот такие вот моменты, любимые мои. Ну что ж, 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 что ж. Это вот. А более подробно, кстати, более подробно, у меня есть офигенный совершенно пикаперский 15-часовой курс, 15-часовой в записи марафона, да, видеозаписи. Или кто не хочет 15 часов все это в видеоматериале слушать, может это прочитать в гайдах. Все. Там это более подробно, более детально, более изощренно. На примерах ты-ты-ты-ты-ты со всех щелей, со всех углов я подсветила и максимально подробно рассказала. Просто прямо разжевала в ротик каждому, вот так вот разложила. Все, моя, птенца. Поэтому вот и все, вот и все, вот и все, мои любименькие, да. Соответственно, вы можете зайти по ссылке с сайта в описании и приобрести эти гайды. Ты, я, он, и она, мужчина, и женщина. Вот это 15 часов марафона. И вот все то же самое в печатном виде. Вы можете это распечатать, как вот читать, как книжечку, как журнальчик от руки, все это заполнять, все это узнать более подробно, мои любимые. Ну ладно, я вас целую, мои котики, я обнимаю.